ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По другим данным, погиб 21 человек. При заходе на посадку в момент ухода на второй круг в сложных метеоусловиях произошло столкновение с землей. Самолет выполнял рейс Кукшетау Алматы. Он потерпел крушение примерно в 13 часов, не долетев в 5 километров до аэропорта Алматы. Премьер-министр Серик Ахметов подписал постановление о создании правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы. Комиссию возглавил первый вице-премьер Бахатшан Сагентаев. Разбившийся Челленджер-200 был 2000 года выпуска. Его налет с начала эксплуатации 25 707 часов. Порт совершил почти 23 тысячи посадок. Дата последнего ремонта – 26 июня 2011 года. Срок сертификата летной годности – до 20 сентября текущего года. На месте крушения самолета уже обнаружен черный ящик, который будет направлен для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет. После первого наиболее сильного землетрясения, произошедшего в понедельник в 225 километрах от Алматы, наблюдается большое количество авторшоков, в том числе 10 из них с магнитудой выше 4. А сегодня около 4 часов дня было зарегистрировано очередное землетрясение магнитудой 4,1. Оно произошло в 19 километрах к западу от Алматы. Жители мегаполиса ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Пожар на Тараусском МПЗ ликвидирован. Жертвы пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – нарушение технологического процесса. На установке первичной переработки нефти произошла разгерметизация оборудования в горячей насосной. Пожар, начавшийся около полудня, был полностью потушен в течение часа. Специальная комиссия устанавливает причину ЧУП. Пожар сегодня вспыхнул и в одном из павильонов центрального рынка Астаны. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. И на его тушение ушло несколько часов. Пострадавших нет, причиненный ущерб устанавливается. Ликвидация возгорания осложнялась наличием в ангаре большого количества легко воспламеняющихся товаров народного потребления. Полиция Казалардинской области выясняет обстоятельства и причины гибели 11-летнего ученика школы-интерната для детей из малообеспеченных семей. Мальчика нашли повешенным в комнате интерната. По данному факту проводится проверка. Суд Шахтинска сегодня вынес обвинительный приговор шестерым работникам исправительной колонии. Они признаны виновными в избиении до смерти заключенного Шамиля Ярославлева, который умер от остановки сердца и получили от 5 до 8 лет колонии. Среди осужденных два замначальника колонии и начальник штрафного изолятора. И к местным событиям трое октябинцев в возрасте 22-23 лет подозреваются в серии автомобильных краж. По данным Департамента внутренних дел, молодые люди работали исключительно ночью. Объектами их внимания остановились машины, не оборудованные системой сигнализации и оставленные в неосвещенных местах. Разбивая стекла, воры похищали антирадары, видеорегистраторы, автомагнитолы. Последней добычей злоумышленников стал сабвуфер стоимостью 50 тысяч тенге, украденный из Мерседеса на улице Лачугина. В настоящее время установлена причастность группировки к 11 автомобильным кражам. Возбуждено уголовное дело. Два грузовых мана стали в минувшие выходные невольными пленниками трассы Самара-Шимкент. Всему виной резкие изменения погодных условий. Дорожное покрытие обледенело и машины не смогли двигаться дальше без посторонней помощи. Сообщение о ЧП поступило на диспетчерский пульт предприятия «Казахавтодор» вечером 25 января. Как раз тогда, когда жидкая снежная каша уже превратилась в лед и передвижение по трассе стало крайне опасным. Всего в 40 километрах от города одновременно остановились маны, двигавшиеся в разных направлениях. На место выехали две спецмашины и бригада сотрудников «Казавтодора». Были приняты срочные меры по восстановлению дорожных спусков и подъемов. 25 числа у нас дождь пошел, после этого образовался лед, застряли машины при спуске и подъемах. Потом мы ее вытащили, доставили кемпинг, помощь делаем, подсыпаем дорогу, подъемы, спуски. Все здание время, дорога открыта, машины уезжают. В результате оперативных действий дорожная служба одна из машин продолжила путь в направлении Шимкента в тот же день. А дальнобойщики с юга страны остались в октябре для проведения мелкосрочного ремонта автомашины. Разместились они в придорожном кемпинге. Спасибо этим дорожникам, восьмой службе, особенно начальнику Иргалыма, что он все технику направил, помог газ плитой, едой, чем необходимо. Он помог и до кемпинга он сам довез нас. Спасибо этому человеку и гаисникам тоже. Они всю ночь нас грели, сидели, охраняли, чтобы кто-нибудь другой не заехал в машину. Правда, остальные три дня пребывания в кемпинге дальнобойщики обеспечивали себя питанием самостоятельно. Плюс ко всему им пришлось заниматься восстановлением бензобака, который повредился после заноса кабины в кювет. Конечно, от неприятностей в пути никто не застрахован, говорят водители дальних рейсов с внушительным стажем. Особенно в зимнее время. Всего за первый месяц года местные казавтодоровцы оказали помощь десяти машинам. Ирина Гутиц, Александр Людиновсков, программа «Факт». Очередная страшная трагедия в ночном клубе, на этот раз в Бразилии, унесла сотни человеческих жизней. Октябрьские пожарные никакого беспокойства на этот счет не проявляют. И масштабных проверок у веселительных заведений проводить не собираются. Все согласно плану. Сейчас в нашем городе насчитывается три ночных клуба и более сорока ресторанов. Устраивать тотальную проверку всех у веселительных заведений в Октябре пока не собираются. Последний раз ресторанные клубы в нашей стране массово проверяли сразу после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в 2009 году погибло 156 человек. На этот раз, как заявили в местном ДЧС, особых распоряжений от министра по чрезвычайным ситуациям не было. Последние проверки инспекторы устраивали октябрьским рестораторам примерно два года назад. Культурно-развлекательные объекты города в Октябре проверяются в зависимости от степени риска, в зависимости от помещений и вместимости. К примеру, крупные наши рестораны, ночные клубы относятся к средней степени риска и они проверяются три года один раз. Всего в нашем городе насчитывается три ночных клуба и более 40 ресторанов. Мелких кафе – около 100. В департаменте ПАЧС говорят также, что строительство развлекательных заведений всегда строго контролируется. Тем не менее, по итогам последних проверок, выводы о законопослушности владельцев ресторанов пожарные все-таки сделали. По последним проверкам в наших ресторанах выявляются такие частые нарушения, как несоблюдение правил норм безопасности в области обучения персонала, которые имеют важную роль в случае возникновения разных чрезвычайных ситуаций. Последнее крупное возгорание в усилительных заведениях датируется 2011 года. Тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Пожар в кафе на главном проспекте вспыхнул из-за нарушений правил использования газовой печи. Лиза Сакиева, Алексей Уразов, программа «Факт». Безумных собак легче убить, чем прокормить. К такому неутешительному выводу пришли чиновники от сельского хозяйства и ветеринарии. По их подсчетам, на содержание приюта для бродячих животных потребуется около миллиардов тенге в год. А таких средств в бюджете просто нет. Взамен гуманного подхода из городской казны выделяется до 15 миллионов тенге на отстрел бродячих животных. Больше всего от нападений бродячих собак страдают жители сельских округов. По словам жителей поселка Украинка, бездомные шарики и тузики сбиваются в стаи и держат в страхе детей, которые в потемках возвращаются домой из школы. Освещение жёг. Собак у нас много развелось, на людей нападают, за детей боимся. Особенно по вечерам на улицах нет освещения. Не лучше ситуации и в самом Актубе. Здесь своры бродячих собак облюбовали дачные массивы и частный сектор. В людных местах их меньше. Но в поисках съестного голодные жучки устраивают налёты на помойки. Большинство дворняжек очень пугливые. Но есть и злые собаки, которые могут наброситься и укусить свою жертву. В наступившем году к медикам обратились 30 октябренцев, пострадавшие от укусов животных. В год городские власти тратят до 15 миллионов тенге на отстрел бродячих животных. На эти деньги охотники, выигравшие тендер, убивают до 5000 собак. Другого способа избавиться от бездомных псов чиновники пока ещё не придумали. Для содержания одной собаки, допустим, безнадзорно в этих питомниках, для кормления, для содержания рабочих, значит, специальных людей, нужны ежедневно, допустим, для одной собаки где-то около 400-500 или 600 тенге. Ну, умножьте эти, значит, 500-600 тенге на 360 дней, вот, и вы получите сумму для содержания одной собаки где-то 180 тысяч тенге нужно. А для того, чтобы мы ежегодно проводим, значит, отлов и уничтожение, допустим, где-то 6-7 тысяч собак, вот, только на год требуется где-то миллиард с лишним денег. Единственное, чем могут облегчить предсмертную агонию дворняжек, так это транслизаторами. Собак усыпляют, вывозят на свалку и уничтожают. Препарат очень дорогой, где-то 100 граммов его стоит, где-то около 53 тысяч, этого препарата мы получаем с России, вот, ну, этот препарат мы пользуемся только в общественных местах, где, значит, скопление людей, возле школ, возле детских садов, вот, применяем специально эти препараты. Но в то же время чиновники просят горожан не забывать о правилах содержания четвероногих питомцев. Как говорил маленький принц, мы должны заботиться о тех, кого приручили. Однако на деле все иначе. Жители частных домов снимают с цепи своих сторожевых собак и отпускают их на улицу без ошейника и намордника. А такие животные, оставшиеся без присмотра хозяев, автоматически переходят в разряд бродячих и подлежат отлову и уничтожению. Лэла Дельшинова, Марата Кожанов, программа «Факт». О других событиях дня мы расскажем сразу после короткой рекламы. И продолжим выпуск. Родители школьников теперь могут рассчитывать на помощь государства в деле обучения своих детей. В Казахстане принят закон о государственной накопительной образовательной системе. Накопитель накопления дает возможность получать прибавку в виде госпремии к собственным накоплениям. О преимуществах и недостатках новой системы узнавала Алиса Маринец. О необходимости поддержки семей со средним и низким достатком в деле поучения послешкольного образования говорится давно. Сам законопроект о введении накопительной системы вынашивался два года. Учитывая темпы, какими дорожает высшее образование, эта тема весьма актуальна. И вот на днях стало известно, что закон подписан. Среди явных преимуществ называется то, что раз в год на счет будет начисляться госпремия в размере 5% однокопленных средств. Есть и другие плюсы. При этом высказываются опасения, что в связи с введением новшества автоматически будет уменьшаться количество бесплатных грантов. Сами представители системы образования заверяют, что этого не произойдет. Данная накопительная система, она ни в коей мере не будет отражаться на количестве грантов. Как это было, так и будет. Наоборот, если не будет увеличения, я не думаю, что в сторону уменьшения количество грантов не будет идти. Государство заинтересовано в том, чтобы у нас было определенное количество людей с высшим образованием, с техническим профессиональным образованием. И мы сегодня говорим же о системе образования на протяжении всей жизни. Еще одним минусом накопительной системы может стать незащищенность вкладов от инфляции. Но сторонники новшества заверяют, что условия для хранения денег будут самые приемлемые. Если касается тех механизмов определенных процентов, вот сейчас, как нам пояснили, когда будет окончательно выяснено количество банков, и тогда будут представлены более точные именно процентные соотношения, вклады, все это будет говориться. И уровень защищенности, кстати, он тоже ставился, в связи с инфляцией, это тоже будет предусматриваться. Начать копить по этой системе можно будет уже в этом году. В марте окончательно определят список банков второго уровня, которые смогут участвовать в данной программе. Говорят, что к ним предъявляются жесткие требования. После этого люди смогут уже открывать депозиты. При этом Управление образования напоминают и о других госпрограммах поддержки. Уже несколько лет в республике существует льготное кредитование на нужды образования для малообеспеченных. Через специальный финансовый центр можно оформлять кредиты под низкие проценты, в случае, если нет возможности получить образование за свой счет. Однако особой активности наши соотечественники по какой-то причине пока не проявляют. Алиса Маринец, Марата Кожанов, программа «Факт». Актюбинским теплоэнергетикам сегодня разъясняли послание президента страны Нурсултана Назарбаева. В связи с этим в Трансэнерго прошла встреча с членом информационно-пропагандистской группы, правящей партией Нур-Утан Абдулаевым. Заведующий кафедрой АГПИ рассказал рабочим о приоритетных направлениях в послании и призвал принимать активное участие в их реализации. В нынешнем послании в Казахстан 2050 было много обновлений. Если сравнить с предыдущими посланиями, было очень много нового. И мы думаем, что это в будущем хорошо скажется на нашей жизни. Мы видим, как меняется аппарат президента, новые люди приходят. Это все, думаю, благоприятно скажется на нашей жизни. Заниматься спортом призывали сегодня юных актюбинцев сотрудники библиотеки имени Байганина. А в качестве примера для подражания организаторы познавательного мероприятия пригласили мастера спорта по боксу Олимбека Балмагомбетова. Заслуженный спортсмен рассказал школьникам о тернистом пути к славе. Любые мероприятия направлены на оздоровление, в первую очередь, детей. Это очень важно для нашего населения. Потому что, если для кого не секрет, что через спорт воспитывается характер, воспитывается чувство ответственности, целеустремленность. Через спорт можно многие качества развить. Как отметил боксер, спорт должен быть неотъемлемой частью жизни каждого человека. Любовь, будь то к футболу, шахматам или теннису, должны пробудить в ребенке родители в самом раннем детстве. А спустя годы пожинать плоды своего терпения и труда. Сегодня в школе Олимпийского резерва по боксу воспитываются 428 актюбинцев в возрасте от 10 до 18 лет, в том числе 26 девочек. Акция «Волна здоровья» стартует в октубе 1 февраля. Ее инициировали депутаты гор Маслихата, которые решили внести свою лепту в популяризацию физкультуры и спорта. Цель мероприятия, которая продлится до конца февраля, сделать первое посещение частных спортклубов бесплатными, в частности для пенсионеров, многодетных матерей и инвалидов. В некоторых клубах списки таких посетителей будут опубликованы в конце недели. И в течение целого месяца всех желающих будут принимать бесплатно. Присоединиться к акции согласились также такие спортклубы, как Редыка, Атлант и другие. Между тем, как отметили в облспорте, сегодня свыше 20% актюбинцев активно занимаются физкультурой и спортом. Однако цель – сделать это хобби не стихийным, а постоянным. Такова информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова